Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2664, тема «Старообрядцы». Патриарх Алексий II, когда его спросили об отношениях со старообрядцами, назвал их братскими и развивающимися. «Как вы эти отношения расцениваете?» – отвечает старообрядческий митрополит Андриан. «Развития особого я, к сожалению, не вижу, поэтому назвал бы отношения с РПЦ скорее добрососедскими. Но чувствуем среди рядового духовенства патриархии растущий к нам интерес. Процесс идет в этом направлении с их стороны, без каких-то наших предварительных действий. К таким особенностям нашей церковности, как двуперстие, трехпогружательное крещение, унисонное знаменное пение, древнерусские каноны и конописи, они сейчас относятся более сочувственно, чем прежде, понимая, что это не формальная сторона, а вещи ключевые и глубинные». Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Патриарх отвечает, как ревностный ученик Дейла Карнеги, а Андриан, как истовый старовер, который выложил все, чем богат, тем и рад. «Поверьте, что если бы у Андриана было еще что-то более ключевое и глубинное, то он бы не скрыл, он же честный и хочет спасения своему телу и душе. В это ключевое и глубинное не вошла ни Библия, ни рождение свыше, которое только и может довести до истинного крещения. Андриан же понимает, что спасение в правильном погружении, а без истинной веры это только усугубляет положение грешника. Андриан ни слова не говорит о служении на понятном языке. И тут он ключ разумения не получит и от патриархии, и будут только глубже погружаться в тьму полуверы, полусуеверия. В темноту полуверы, полусуеверия. 1 Коринфянам 1.17 Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Нас не устраивает многое подчас, приходится подстраиваться, гнуться, не говорить, а попросту пищать о у неверующих с матушкой по-русски. Да, не по-нашему выходят развороты, не так, как думалось в семнадцатом мечталось. По венам и по жизни ставят пробки, то бесноватый фюрер, то сживодерни Сталин. Вот так бы и гадал на перепутье, какую партию, каких вождей избрать. Когда б в Имаус не пристал попутчик, заговорил с укором, словно брат. Горело сердце, веря каждой фразе, а он доказывал по Библии так внятно, что захотелось удлинить сей праздник, побольше высева иметь на наших грядках. Слова бесспорные душа воспринимала, на сердце аромат и свет нездешний. Он нам доказывал в пророчествах, в псалмаме, что только Иисус спасает грешных. Трапеза скучная обычно за столом, но нам казалось, будто мы пируем. Трапеза скучная обычно за столом, но нам казалось, будто мы пируем. Все как-то выглядело под другим углом. Давид в душе уже затронул струны. Наш хлеб несвежий гость нам преломил. Наш хлеб несвежий гость нам преломил. Мы охнули, упали на колени, но он невидим стал, как я себя корил. Хозяин оказался невежда и нахлебник. Наш хлеб несвежий гость нам преломил. Мохнули, упали на колени, но он невидим стал, как я себя корил. Хозяин оказался закрытым. Невежда и нахлебник. Вот. Понимаешь, тут столько заложено, но ты прочитал, как будто бы корку оторвал какую-то. Объехал, обошел с той вестью, сколько мог, благовествуя искренним и просто любопытным. Как за столом трапезничал со мною как-то Бог. С тех пор голодным не был, но постоянно сытый мой Иисус, воскресший из запертой пещеры. Как, думаю, не раз беседовал со мною и видел, как мне кажется, во мне большую веру. Но есть ли плод желанный? Об этом сердце ноет. 1 апреля 2005 год. Игнатий Лапкин Том... Том...